Тем не менее, мечтает киевский режим, чтобы была возможность нанесения удара и вглубь России, и чтобы дали им такое оружие, которое позволяло бы это сделать. С этой целью, в общем, мы отправимся в европейское турне Владимир Зеленский. Запад, конечно, ликует, ну или делает вид, что ликует Шольц, но просто только что не зиговал, когда встречался с гостем украинским, но и даже несколько фраз на украинском выучил, сейчас это дадим в наш эфир. Сразу предупрежу, там, конечно, бандеровский лозунг прозвучит, но не в качестве какого-то восхваления, а, разумеется, боже упаси, исключительно с целью демонстрации, до чего может докатиться немецкий канцлер. АПЛОДИСМЕНТЫ Долго трясли друг другу руки в полной радости граждане. Ну а потом что? Потом, естественно, вручение премии Карла Великого. Известная премия, она как бы премия, ну не то чтобы совсем прям мира, но премия за вклад в объединение Европы. В чем там объединил, кого Зеленский, конечно, трудно предположить, ну, возможно, только как тут обращали внимание, в соцсетях объединил в русофобии. В тотальной, да и то, ну не всех же все-таки смогли затащить в этот клуб русофобов европейских, так что, на самом деле, это объединение как такового в Европе благодаря Зеленскому уж точно не получилось. Наоборот, сейчас каждый сам за себя пытается понять, как им выживать после всего того, что они натворили, но премию вручили, более того, премия даже прогрохотала на сцене, пока Зеленский там речь толкал, естественно, обвинил во всем русских. Фрагмент можем сейчас посмотреть. На будику жорстокий, да, Россия. Это премия упала. Вот так звучит падающая премия. Естественно, кто во всем виноват, конечно же, Russians. Тут же нашелся Зеленский, вот надо дать должное, при любой ситуации что-то у тебя не так пошло, во всем виноваты русские. Это как бы такая аксиома, вечные правила теперь европейских граждан. Что касается премии, то, конечно, в какой-то момент она там была таким значимым событием для Европы. Ее присуждают с 50-го года всем, кто внес, ну, людям, которые внесли наибольший вклад в те идеалы о единой Европе, которые когда-то существовали, и во многом которым благодаря появился Европейский союз. И во многом благодаря тому, как осуществлялись эти планы, идея-то, может, неплохая была. Сейчас многие подумывают о том, чтобы этот Евросоюз, может быть, и прекратил свое существование, но в конце концов не просто же так отделялась Великобритания, хотя они там тоже о многом жалеют, а что бы было бы, если бы мы не ушли. Ну, лауреаты этой премии, надо обратить внимание, награждаются специальной грамотой, медалью. Вот коробка с этой медалью грамоты, она и грохнулась вон там со стула, на котором лежала, пока Зеленский речь толкал. Ну, еще надо обратить внимание, что, по крайней мере, не знаем, что дали ли украинскому гостю денежную премию, но там есть она, это 5000 евро. Ну, до этого была, видимо, немецкая валюта, с недавних пор там, понятно, евро. Вот 5000 евро получил в качестве командировочных украинский гость. А, в принципе, если посмотреть, даже, ну, ради интереса, тоже заглянули, кто эту премию в свое время получал, конечно, имена там довольно-таки известные, авторитетные даже для Европы. Может быть, у нас не все их знают. Рихард Куденхова был такой философ, можно сказать, идеолог вот этой пан Европы. Он стал первым лауреатом этой премии, в 1951 году ее получил. И, кстати, он, ну, одним из первых, наверное, задумывался в свое время над тем, каким будет европейский флаг. Был даже проект европейского флага, был представлен им Совет Европы. Ну, вот интересная какая деталь произошла. В то время, в 50-е годы, на флаге он решил изобразить христианский крест. И именно из-за того, что там был христианский крест, проект был отвергнут. Ну, то есть, уже вот тогда какие-то религиозные сложности с крестами у них возникали. Конечно, может, это могли они объяснять тем, что, ну, мультирелигиозная, вроде бы, Европа должна быть, и там все должны быть представлены, в таком случае там и мусульмане, и другие религии. Но, с другой стороны, в то время еще, может быть, не было такой насыщенности европейской территории представителями мусульманского мира. Но вот эти проблемы с религией, они у них уже тогда возникали. Через 4 года, в 55-м году, премии получил Уинстон Черчилль. Ну, вроде бы, тоже известный, важный человек, наверное, конечно, для Европы. Правда, если эта премия все-таки носит хоть в какой-то степени отношение к миру европейскому, к миру не как территории существования, а к миру как проект антивойна, то, конечно, Черчилль тут спорная фигура, потому что не стоит забывать, что именно Черчилль сразу после войны планировал превентивное нападение на Советский Союз с нанесением превентивного удара. То есть к миру он отношение, конечно, такое очень странное имел. Были другие имена, тоже интересные, кстати. В 59-м году Джордж Маршалл, это уже, ну, казалось бы, Европа, а это все-таки американский госсекретарь тоже был награжден этой премией. Ну, за что? За то, что план Маршалл, он был, конечно, это была его история. Помощь в восстановлении Европы. Но тоже, если говорить о мире, то, ну, не в Европе уж он точно его не принес, потому что министром обороны он был во время Корейской войны. А это все-таки такая первая американская война после Второй мировой. В 87-м году, если просматривать фигуры премированных, Генри Киссинджер, ну, безусловно, тоже известный человек, неглупый идеолог во многом, и такой источник внешнеполитических стратегий Вашингтона. Ну, а потом, вот в какой-то момент, наверное, где-то в 90-х годах, все-таки, конечно, уровень лауреатов, он стал падать. Это вот были такие, пусть, может быть, в чем-то даже спорные персоны, но известные, авторитетные, потому что, если брать из последних, то там Дональд Туск, Тони Блэр, Макрон, Тихановская вот в прошлом году там со товарищами тоже получила. Так что, в принципе, на самом деле, конечно, Зеленский вот в эту компанию вписывается. Но они-то, наверное, будут ощущать себя, конечно, не вот в этом узком клубе, таких полу-недополитиков, а, конечно, будут себя ассоциировать с Уинстонами Черчиллями, с Джорджем Маршаллами, с Генри Киссинджерами и прочими. Ну, кроме того, еще, наверное, успеем дать, конечно, его поездка за премией, она такая была красочная. Вот в Германии его встречали особенно радушно. Это люди в Ахине в городе встречают и объясняют гостю с Украины, кто он есть на самом деле. Барабанное шествие, протестное. Кричат Россия и Германия. Мир, свобода. Прочь, поджигатель войны, отправьте Зеленского домой. Ну, естественно, полиция присутствует, следит, чтобы, не дай бог... У нас здесь сегодня демонстрации против преступника и фашиста Зеленского, который приезжает к нам в Ахин, чтобы получить премию мира. Я еще никогда в своей жизни не видел, чтобы фашисты и преступники получали премию мира. Это какой-то позор для Германии и всего мира. У нас тут мирная демонстрация, спрашивают. Абсолютно, в любом случае за мир. И прежде всего за мир во всем мире. Ну, сейчас будем слушать новости, потом продолжим. Пару слов про украинского гостя. Вряд ли, конечно, у него там что-то с решесуноком будет интересное. Конечно, такие поездки, они в каком-то смысле, конечно, неуместно, наверное, иронизировать. Но они выглядят комично, как-то так странно, совершенно дико и абсурдно на фоне всего того, что происходит. Ну, собственно, они и сами устраивают эти программы, которые выглядят совершенно нелепо. Вот эта встреча с Папой Римским непонятно совершенно зачем. Ну, конечно, такая очередная попытка втащить в круг нацистский понтифика. Не первая, кстати, далеко. И, наверное, не последняя. Все мы помним, как к нему в гости приезжали нацисты из Азова. Пытались с ним как-то вопросы там порешать. Вот теперь Зеленский приезжал. И, ну, многие обратили внимание на его отказ от посредничества Папа Римского. Такой пренебрежительный. Возможно, даже, конечно, Ватикан был оскорблен. Но, судя по тому, что публикует сейчас в Европе, оскорблен еще и другим моментом. Вот обратите внимание, сейчас кадры в нашем эфире. Зеленский умудрился сесть раньше Папы Римского. Он что-то там долго подпрыгивал на пятой точке. Как-то мельтешил, суетился. Но по протоколу, пока понтифик стоит, ну, вроде как ты в гостях не должен. Ты так садиться, это не положено. А вот обратили на это внимание. Он там еще поздоровался с представителем Ватикана. И, кроме того, совершенно немногие поняли, зачем он такую толпу с собой еще сопровождающих пригнал в Ватикан. Что он там хотел показать. И тем самым, там, понятно, обмен подарками и так далее. Ну, вот тоже не тот человек не в том месте, можно сказать. Причем, в данном случае, получается, что можно сказать и про боях. Потому что, ну, что Папа Римский, что Зеленский, ну, вроде бы как такие две фигуры, которые совершенно нелепо смотрятся рядом. Ну, а тем временем, вот мы наблюдаем, как Макрон говорит о том, что у России геополитический проигрыш, и что она становится вассалом Китая. Конечно, кто бы уж про это говорил. Человек, лидер государства, которое само уже растеряло многое от остатков своего суверенитета. И энергетический, и промышленный в том числе. И это ему, кстати, припоминали его оппоненты. Но уж потом все погрязло в протестных историях, с пенсионными историями. И не до того, как бы уже, чтобы решать какие-то проблемы. Ну, точно уж не Макрону указывать кому-то на какие-то признаки вассала в взаимоотношениях с другими странами. Пусть отставная британская премьерка Ли Страс, как говорят, в Тайвань засобиралась. А визит в Тайвань даже бывших политиков, пусть и таких, в общем, не слишком весомых, как Ли Страс. Это, конечно, очередной раздражитель для Пекина. И такая попытка показать Пекину, что мы тоже вас держим за определенные места. И готовы, если что, к серьезному противостоянию. Турция, может быть, тоже стать таким очередным фронтом. Потянет ли Америка, конечно, это отдельный вопрос. Но если у них там есть такие сумасшедшие, как та же Аналена Бербок, допустим, которая заявила о том, что поставки оружия в Россию, от кого бы то ни было, там речь, по-моему, шла от Южной Африки, потому что у них случилась истерика с поставками, с прибытием неких кораблей из Южной Африки, грузов каких-то, которые там шли, решили они, что Южная Африка оружие поставляет в Россию. Вот она заявила о том, что это означает участие в войне. Но тем самым, в принципе, сдала, конечно, всех, потому что вот эти британские ракеты, которые поставляют, в принципе, указывают на то, что Риша Сумна, как и британское правительство, являются участниками войны. И для них это российский фронт. Конечно, Германия тоже, получается, принимает непосредственное участие в войне со всеми своими леопардами и прочими вооружениями, которые она поставляла, гаубицами и так далее, киевскому режиму. Не говоря уже об Америке. Соединенные Штаты, конечно, тоже принимают активное в этом участие, являются непосредственными участниками войны. В общем, Бербак не впервые всех сдает, но, в принципе, это она же говорила, ну, почти случайно проронила в свое время, что они хотят победы над Россией, хотят победить Россию в этой войне, и это для них война. Так что, конечно, от Бербак это слышать, в принципе, неудивительно. Но есть еще остались какие-то, наверное, сомневающиеся в Германии, пытаются они там периодически допрашивать Бербак. Она, конечно, сейчас мы кадры, которые покажем, с удивительным лицом выслушивают претензии от немецких политиков. Там у них есть такой Маркус Корнель Фроммайер, который часто пытается дискутировать с Меркель, с правительством, задает, в принципе, вполне обычные вопросы. Те, кто нас сейчас будет только слушать, конечно, не смогут, наверное, очутить всю прелесть реакции Бербак, как она там телефон хватает нервно в руки, пытаясь то ли подсказку там какую-то найти, то ли кому-то что-то написать, как она реагирует на те, в принципе, нормальные слова от обычного немца, пусть и там депутат Бундестага, но он говорит, как обычный немец, задает простые вопросы, что вообще происходит с нашей страной. Послушайте, переводить будем по ходу. Президент, мадам Бербак, вы говорили, что будете поддерживать Украину, что бы ни случилось с гражданами Германии. Вопрос в том, что там будет тогда с школьниками, с пенсионерами, если вы будете поддерживать Украину. Мы стоим на стороне немецкого народа, ведем политику в его интересах, говорит депутат. Да, более половины расходов Министерства странных дел идет на обеспечение мира и стабильности, но беспокоит ли Бербак стабильность в Балтийском море, когда 26 сентября там были взорваны газопроводы Северный поток-1 и Северный поток-2? А что там произошло? Вот я помню, когда на польскую территорию упало несколько обломков украинской ракеты, было двое погибших, всполошился весь НАТО. Польское правительство даже подумывало обратиться к Альянсу, а Бербак в тот же вечер объявила в Твиттере, что находится в тесном контакте с польскими союзниками. А чем она занималась, когда была осуществлена террористической диверсией на Северных потоках? Ничем не занималась. Ничего не сделано. Даже сегодня мы ничего не знаем, и никто не знает, что на самом деле произошло. Глухая тишина. Министр иностранных дел, который очень любит давать всем инструкции, молчит. И правительство абсолютно ничего не сделало, для того, чтобы как-то прояснить эту ситуацию. 3,4 миллиарда евро на безопасность, мира, стабильность. И ничего. Когда был взорван один из основных объектов немецкой энергетики, энергоснабжения. На что вы там вообще способны, спрашивает депутат? Мы, в принципе, можем увидеть, когда вы отправляете в Балтийское море водолазов, у которых нет необходимого оборудования для погружения на глубину и проведения разведки. Вы просто не хотите ничего выяснять, потому что это мы взорвали Северный поток-2 и фактически реализовали вашу программу зеленой партии, Фрубербук. Вы хотели сделать Германию зависимой от зеленой энергетики, от водорода. И вы знаете, что это у нас не пройдет. Вы, зеленые, в парламенте радовались, когда взорвали Северный поток. Я, когда смотрю на их страницы в Инстаграме, их сторис, мне кажется, им интересно в этом мире абсолютно все. Мультикультурализм в Канаде, феминизм в Афганистане, защита климта в Египте, оружие в качестве подарка Украине. Они борются с правым экстремизмом за границей, одновременно прекращая всю культурную работу за рубежом, которая способствовала диалогу. Вы не найдете интереса в Германии в сторис министра странных дел в Инстаграме, потому что ее внешняя политика следует принципу «неважно, что думают мои немецкие избиратели». Это основанная на ценностях феминистская внешняя политика, которую уже все давно просят прекратить. Если на Украину нападет сосед, будет вакханалия санкций. Если Азербайджан бомбит Армению, то санкций не будет. Наоборот, фрау Бербок становится большим гостем в Баку. Когда в Иране женщины снимают платки, правительство радуется. А когда в Германии кто-то высказывается против ношения чадры, это, ну, какое-то безобразие получается. Когда русские бомбят, это ужас. Когда Обама незаконно атакует и убивает сотни людей с помощью дронов, то ему нужно выдать Нобелевскую премию мира, что, как мы все помним, было сделано в свое время. Я думаю, Германии надоели эти двойные стандарты феминистской внешней политики. Мы четко говорим, никакого вмешательства внутренних дел от других государств, торговое и экономическое сотрудничество, защита ключевых отраслей промышленности Германии от иностранных поглощений и конец зеленой внешней политики. Ну, такая пятиминутка ненависти была у этого депутата Маркуса Корнеля Фроммайера. Ну, конечно, на самом деле, с Бербак как с гуси вода. Снова и снова она будет признаваться в своей ненависти, в русофобии. Ну, и Шольц, конечно, наверное, не будет отставать, потому что маски давно сброшены. Ничего они не собираются скрывать. Готовы они следовать этой политике ненависти по отношению к России, потому что для них это, ну, даже уже не просто Восточный фронт, для них это, откровенно, Российский фронт, на котором они решили воевать. Тем самым, не оставляя выхода для России, которая вынуждена будет продолжать специальную военную операцию. На этом все. До завтра с вами проще с Дневной рубеж. Слушайте нас на канале Первое главное в ВКонтакте, Рутюб. Конечно, не только слушайте, но и смотрите. Дневной рубеж Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok